На улице Мирной сотрудники уголовного розыска с поличным задержали троих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на автомобилиста. Преступление было совершено за день до задержания. В полицию обратился владелец Ниссана Блюбёрд, который заявил, что неизвестные под угрозой пистолета забрали у него машину и требуют деньги. Требовали налетчики 300 тысяч рублей. Такой суммы у автолюбителя, разумеется, не было. Передачу денег условились перенести на следующий день. Тогда же незнакомцы пообещали вернуть автомобиль. На встречу потерпевший пришёл вместе с оперативниками. Подозреваемые, решив перестраховаться, заставили должника долго плутать по улице. Но присутствие более пяти сыщиков вычислить так и не смогли. Признательные показания на месте дал только один из задержанных. А около четырёх часов утра на Амурском бульваре экипаж патрульно-постовой службы задержал 22-летнего приезжего из Ванина, которого подозревают в краже. Предположительно, именно этот молодой человек вскрыл продуктовый киоск и похитил оттуда несколько десятков блоков дорогих сигарет. В том, что наказание настигло предполагаемого преступника, большая заслуга очевидцев. Примерно за 20 минут до кульминации события Виталий, так зовут задержанного, около остановки ДК «Профсоюзов» развернул широкомасштабную торговлю. Предприимчивый юноша практически за бесценок сбывал таксистам сигареты. Подозрительно низкая цена сразу натолкнула потенциальных покупателей на мысль о нелегальной добыче товара. Сообщив о подозрительном торговце в полицию, очевидцы начали незаметно снимать молодого человека на камеру. Полицейские же все это время находятся на телефонной связи. Подожди, пошел куда-то. Пошел туда, туда пошел. Нет, стой, подожди. Подожди, подожди, стой. Вот здесь, возле ларика, крутится. Торговля шла на ура. Сбыв одну партию сигарет, подозреваемый куда-то ушел за второй. Очевидцам удалось проследить, откуда молодой человек носит товар. Таким образом, вычислили место кражи. Взломан оказался продуктовый киоск недалеко от пересечения с улицы Дикопольцево. Изначально юноша предусмотрительно повредил провод камеры наружного наблюдения. Затем, аккуратно сломав роль ставни, подозреваемый вскрыл дверь при помощи отвертки и проник внутрь. Судя по найденному неподалеку в кустах схрону, из киоска были похищены только сигареты. За время, пока очевидцы наблюдали за активной торговлей, приезжий продал не менее 20 блоков.